Здравствуйте, это программа Актуальна. В студии Илья Лапшин. Некоторое время назад постановлением правительства Российской Федерации одному из десяти моногородов Ивановской области, а именно Наволоком Кенишемского района, был присвоен статус территории опережающего развития. Документ отнюдь неформальный, потому что уже многие предприятия поверили в серьезные налоговые льготы, которые предполагает эта территория, и одно из них уже начало свою работу на этой территории. И на самом деле Наволоке ждут еще 13 предприятий, 13 резидентов, которые представляют 13 отраслей нашей экономики. А придут ли они на эту территорию? Вот об этом будем говорить вместе с Михаилом Беляевым, председателем общественной организации Совета директоров города Кенишем и Кенишемского района. Михаил Сергеевич, здравствуйте, спасибо, что пришли. А я, кстати, скрывать не буду, руководитель Департамента экономического развития как раз мне представил вас некоторое время назад как человека, который на самом деле, ну если не ответственен, то провел определенную работу с теми 13 предприятиями, которые должны работать в Наволоках. И, собственно, знает их и мотивацию, и желание, и потенциал прийти на эту территорию. Так появятся ли они там? Ну, чтобы на самом деле сказать, да, действительно, была проведена большая работа, но я бы хотел сказать, что я не один в этом поучаствовал. Это действительно была команда из нескольких человек, в частности Сергей Вячеславович Герасимов, глава Кенишемского района, и Виктор Васильевич Иванов, которым, в принципе, эти предприниматели и поверили. То есть моя задача была донести эту информацию до коллег, скажем так, им рассказать все преимущества, которые, или преференции, которые бы они могли получить, если они будут в этом участвовать. Все находятся в разной степени готовности. В разной степени готовности. Кто-то находится в высокой степени готовности. Там, например, как вот компания «Техоснастка», которая будет реализоваться в поселке Первомайский. Опять же, к слову сказать, чем еще уникален Наволокское городское поселение, что оно, скажем так, не единственное, но одно из единственных моногородов, которое не ограничено жилищной застройкой. В него входит несколько поселений, и он обладает территорией в 9500 гектаров, в которой кроме существующих так называемых браунфилдов, то есть площадок, на которых уже что-то построено, как, например, Навтекс, он еще обладает большой территорией Гринфилд, то есть зеленые площадки, которые потенциально могли бы служить для развития. Некоторые сейчас находятся в стадии уже проектно-сметной документации. Некоторые уже регистрируют свои предприятия в Наволокском городском поселении. Кое-кто уже мы, так сказать, ведем работу по тому месту, куда их посадить. Потому что можно посадить на сам Навтекс, если, соответственно, коллеги предоставят такого рода площади. Для некоторых принципиально, что у них формат производства, он никак не поместится на Навтекс, и это надо строить отдельно. Ищем способы, но из 13 никто не заявил о том, что он не будет реализовываться. А скажу к тому, что все больше и больше интересантов уже после того, как свершилось, приходят и, скажем так, проявляют интерес о возможности размещения своего производства на территории. Кто-то может сказать, слушай, ты не растягивай визит на эту территорию на год или на два. Мы ведь на серьезном уровне все документы подписали, и нам надо результат показать, потому что его могут очень спросить. И когда мы обещали 14, значит, хотя бы 10 там уже должно присутствовать через полгода, например. Ну, нами вот этими 13 заключено соглашение о реализации. Там прописаны сроки, когда будут реализовываться, в какой момент будут вестись инвестиции. Вы правильно сказали, существует конкуренция, да, не хочешь ты, зайдет другой. Ну, я, к слову, только хочу отметить, что, ну, там, добрая половина – это, ну, либо те, кто живут на нашей Кенишемской стороне, ну, я так называю посредственно всю нашу Кенишему и район, и Заволск, вот, либо же у них здесь есть представители тоже на Кенишемской стороне, как, например, в техоснастке, это вот Валерий Далюш-Смышляев, он представляет вот этого инвестора, у которых там длительные дружбы, и они реализовываются на этой площадке. А скажите, такая ваша больше эмоциональная оценка, когда вы перечисляете, здорово, что это все-таки наш предприниматель местный, ведь для экономики-то есть все равно, кто ее двигает вперед, свой или какой-то визитер, или из другого региона, а может быть, даже из другой страны. А, как вам сказать, конечно, мне это, ну, польстит. Почему? Первое, я убежден в том, что самый крепкий инвестор, это инвестор, который живет на этой территории. Он уже сделал для себя выбор. Он уже отсюда никуда не поедет. Визитер, он же, как его... Как перекати поле. Да, сегодня здесь льготы, завтра там льготы, да. А для того, кто здесь живет на этой территории, или хочет остаться здесь, для него это крайне важно. И когда мы выстраивали свою программу развития наулского городского поселения, я как предприниматель, соответственно, оставил свою точку зрения, и меня коллеги поддержали. То есть, что важно в производстве? Либо мы делаем какие-то изделия руками, и тогда нужны льготы именно ТАСЭРа, либо мы делаем оборудование. И тогда, соответственно, очень важно, сколько стоят ресурсы. Мы пошли двумя путями. ТАСЭР, он дает льготы на налогообложение по заработной плате, а фонд развития моногородов, оно подводит под твое предприятие всю инфраструктуру. Газ, вода, электроэнергия, дороги, водоотведение и электроэнергия. И вот здесь вот наша идея какая – это ставить либо же трансформаторы, потому что у нас есть 220 кВт, идет подстанция, чтобы иметь более дешевую электроэнергию. Почему 14 отраслей всего, скажем? Их же все-таки экономика гораздо больше. Почему остановились вот пока на этом списке? Ну, скажу так. Действительно, количество кодов экономической деятельности было больше. Но поскольку моногородов, Киеванского областа богата на моногорода, я бы, наверное, сказал, больше всех в стране имеет моногородов, соответственно, эти коды, они как-то в определенной степени раскладывались с потенциалом отдать других территорий. Еще раз говорю, только потому, что были готовы раньше других, вот эта территория была с более высокой степенью готовности, участие самих предпринимателей, и в том числе «Нафтекса», надо отдать должное, что у многих этого нет, такого якорного резидента, потому что ТАСЭР, ну, или там рекомендации говорили о том, что должен быть якорный резидент, но ему одному, так сказать, не дадут столько преференций, потому что еще должно быть развитие. Поэтому вот совокупность, наверное, заинтересованных лиц и дала такой результат. И мы видим, что наволоки получили, хотя я вам могу сказать, что в декабре в составе других 26 моногородов по Российской Федерации мы не получили этот статус в декабре, и надежды таяли. И, скажем так, подключившись к этой работе новый губернатор, ну, я могу, наверное, сказать, что он продавил эту историю. Смотрите, вы мне объяснили очень подробно, почему это интересно предпринимательскому сообществу. Параллельно вы упоминали, что здесь очень серьезную роль сыграли и руководители местных исполнительных органов власти. А вот власти-то почему это интересно? Потому что вы получаете налоговые преференции, а что получает та территория, где так успешно начнут работать предприниматели? Муниципалитеты живут с двух налогов, это земля и НДФЛ. Соответственно, если это не случается, земля простаивается, НДФЛ не получаешь. Да, здесь есть льготы в том числе и по земле, но земля уже не простаивает, но НДФЛ течет в бюджет, рабочие места. Кроме всего, есть еще некий мультипликативный эффект, увы, у этого, потому что не всегда ты найдешь людей, которые имеют те компетенции, которые тебе необходимы. Соответственно, ты их привлекаешь к себе на работу, а они начинают здесь жить, ну, это там свежая кровь, а это, соответственно, жилье, а оно должно быть форматным для данного рода работников. И это тянет за собой уже и дальше, и дальше строительство, а может быть и развитие малого и среднего предпринимательства, ну и так далее. На сегодняшний момент нужно принять несколько норматив правовых актов внутри области, которые позволили бы реализовать этот торт. Поэтому он сейчас пока только, скажем так, флаг, да, ну, под этим флагом еще ничего нет, потому что ни одному резиденту еще статус резидента ТАСЭР еще не присылает. Даже так, да? Да. Потому что это такая процедура, это должны быть приняты на областном уровне документы, это налоговая должна принять документы, что ты резидент, и там отчетность и так далее. Но хочу сказать, что по нашему плану 2018 год – это год, так сказать, чтобы сделать проектно-смертную документацию и подать ее в фонд развития моногородов. Соответственно, там есть софинансирование области, как таковой ее должна и область поддержать. И 2019 год – это именно строительство инфраструктуры. Но многие, давайте так, немногие, а некоторые из резидентов готовы начать строительство своих производственных объектов уже в 2018 году. Соответственно, здесь тоже есть ряд условий, когда, как земля, как должна идти, потому что это, понимаете, инфраструктура должна идти по земле муниципалитета. А мы сейчас говорим про какой-то монообъем. Соответственно, вот это еще деление, постановка на кадастровые учеты и так далее – это такая рутинная, но необходимая работа, которую необходимо сделать. И мы понимаем, что у каждого есть время, у каждого есть срок, у каждого количество дней. Без этого ты не сделаешь следующий шаг. Ну, слава богу, что понимание есть на всех этапах и местной, и областной власти, и самих предпринимателях. Есть взаимопонимание и доверие. Ну, я думаю, что если не в 2019-м, то в 2020-м году мы обязаны будем вам пригласить и что-то показать. Михаил Сергеевич, я вас благодарю, было очень интересно. Михаил Беляев сегодня был гостем программы «Актуально». Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. Я там с вами прощаюсь, до свидания. Всего самого доброго.